Перспективам развития военно-морского флота России накануне в Новогорёве посвятил совещание Владимир Путин. По словам главы государства, создание и проведение испытаний ряда надводных и подводных кораблей, а также необходимого для них вооружения, к сожалению, затягивается. Работу по таким проектам нужно активизировать, чтобы в самые короткие сроки передать технику государственным заказчикам. Что касается гособоронзаказа, на 2013 год уже размещено более 85% от объёмов заданий. В целом это неплохо. Контракты заключены. Должны быть сданы такие современные стратегические ракетоносцы, как Александр Невский и Владимир Мономах, а также головной атомный подводный крейсер «Северодвинск», сказал глава государства. Мелким должникам разрешат выезд за границу. С 3 августа вступит в силу закон, позволяющий проштрафившихся покидать пределы Российской Федерации, если общая сумма их долга по обязательным платежам составляет менее 10 тысяч рублей. Напомним, до 3 числа, пока действует старая редакция закона, административный штраф даже в 300 рублей не позволит пересечь российскую границу. Также новый закон полностью исключит вариант, когда вместо должника задерживают его полного тёзку. Теперь, помимо фамилии, имени, отчества и даты рождения, приставы проверят и место жительства предполагаемого должника. Северодвинские полицейские сегодня в экстренном порядке покинули здание на индустриальной. В помещении обнаружена бомба. Эвакуировать сотрудников и граждан пришлось сегодня примерно в полдень. Сообщение о том, что в здании обнаружено взрывное устройство, прозвучало по громкой связи. На эвакуацию полицейских ушло около двух минут. Сообщение о бомбе было легендой, а всё происходящее – учениями. С задачей все сотрудники справились на отлично.